Приветствую вас! Давайте разберем ваш текст. Вы пишите, скажите, если не хватает мужского внимания. Ну, очевидно, что вы не дописали твой вопрос. То есть, скажите, если не хватает мужского внимания, что? Скажите, что делать, если не хватает мужского внимания, например? Ну, если так, то нужно анализировать, чего именно вам не хватает. Чего именно вам не хватает. Вот вы говорите, что у вас такое чувство, что парни меня не замечают и не воспринимают как девушку. Вот. То есть, получается, что вы не чувствуете себя значимой. Получается, что вы хотите, чтобы вас заметили. Хотите добиться внимания. Вот. Сами же считаете себя в глубине души внимания недостойными. И от этого, от того, что вы чувствуете себя недостойными внимания, пытаетесь завоевать его тем самым, значит, ориентируясь на других людей. Вот. А ориентируясь на других людей, вы растворяетесь в них. И они не видят вас личностью, они не видят вас что-то самобытного. Что на корню, значит, убивают силосы, возможность общаться нормально. Конечно, важную роль играет и женское поведение. Важную роль играет и то, по поводу чего вы общаетесь с мужчинами. То есть, вот. Ну, как именно вы строите отношения с ними. Потому что, если вы строите отношения с ними чисто как с мужчинами, то нет ничего удивительного, что у вас не получается построить отношения, ведь между вами нет ничего общего. А чтобы общее было, чтобы общее было необходимо, чтобы вы сами чем-то увлекались, чтобы вы сами чем-то занимались, чтобы вы сами чего-то хотели. Но по опыту я могу сказать, что если вам не хватает внимания мужчин, значит, вы либо были избалованы вниманием отца, либо наоборот. Отец держался от вас слишком отстранённо, и вы пытаетесь через этих мужчин завоевать его внимание. Так или иначе, мужчины пока для вас это всего лишь средство для достижения чего-то, для достижения своих каких-то желаний и потребностей. И до этих пор, соответственно, мужчины не будут вами восприниматься как что-то самобытное, как что-то отдельное, как что-то цельное. И если у вас и будут какие-то отношения, и будет какое-то отношение, то оно, скорее всего, будет крайне недолго, крайне узкое и крайне направленное только на что-то одно. Например, на секс, например, на времяпровождение, ну и что-то такое, что-то в этом роде. Вот. Так что смотрите, решайте, выбирайте. Вашу подробностную сферу, в чём именно вынуждается, можно будет определить и подкорректировать ваше женское поведение, а также можно будет подкорректировать ваше отношение к общению и построению самого общения. Тоже можно будет, в принципе, подкорректировать, так что решать вам. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду помочь. И последнее. Вот представьте себе, что вы всё-таки получили общение мужчин. Кстати, а общение скольких мужчин вам нужно? То есть я так понимаю, что одного мужчины вам мало будет. Вот. Вот представьте, что вы получили внимание мужчин. Что вы чувствуете? Как вы себя ощущаете? И как вы ощущаете себя сейчас, когда внимания мужчин вам не хватает? Откуда это чувство? Подумайте. Подумайте также о том, как бы вы хотели, чтобы мужчины вас воспринимали. И как мужчина, к которому у вас появились чувства, по вашему мнению, достоин... Значит, чего достоин такой мужчина? Подумайте. Вот, исходя из этого, лучше и начинайте корректировать своё поведение. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...